Ты когда-нибудь мастурбировал? Оу... Только подальше от меня... Потом же ты приходишь и стоит так... Только ты у меня не спрашиваешь... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Я даже не хочу знать Бро смешно, бро смешно А-а-а, начинает тупить Меня зовут Юлия, мне 37 лет У меня двое детей Дочь у меня есть старшая И мой сын Дениус Я веду кора Дениу Подожди, я говорю. Мамин самый-самый младшенький, самый-самый золотой. Я даю мне 16 лет. Нет, мне 17 уже, извините. Вы отвечаете на вопросы, которые придумали мы. Если мама не отвечает на вопрос, то она дает 250 рублей карманных денег. Если ребенок не отвечает, то забирает 250 рублей. Ну что ж, поехали. Да, поняли. Мы согласны. Раз, два, три. Раз, три. Раз, два, три. Я тебя погладила. Значит, я начинаю. Пускай он первый. Есть ли тайна, которую ты не рассказываешь, потому что боишься ранить? Нет, нет, нет. То есть у тебя от меня нет тайны? Есть, но... Да, есть. А если я узнаю эту тайну, мне будет плохо? Ты будешь злиться. А почему ты мне не расскажешь? Страшно. Ты что, меня боишься? У нас, кстати, был случай. Ладно, потом расскажу. Не надо рассказать. Представь, что мы с тобой этаклассники. Ты бы встречалась со мной? Нет, наверное. Нет. Нет, нуля. Извини. Ну ты не в моем вкусе, и нет. Что, ребята? Ты когда-нибудь мастурбировал? Уф. Откровенно. Да. Все. Это природа. Ты сейчас этим не поделаешь. Все на немало стремно. Как ты отрегулируешься, если я стану геем? Да нет, ты не можешь стать геем, Петра. Нет. Ты будешь меня игнорировать, типа, откажешься от меня? Или, например... Нет, отказаться-то нет, конечно. Ну, может быть, если ты прям решишь-решишь, я тебе скажу окей, только подальше от меня. Ну, может быть, так. Ясно. Ну, это не означает, что отказалась на всю жизнь? Ну, хотя бы, я не знаю, по телефону там. Ну, короче, ты понял. Да. О, ну это я знаю ответ на этот вопрос. Тебе когда-нибудь было стыдно за меня или из-за меня? Да. Когда это? Ну, когда, например, ты орала на меня на публике. Я когда-то на тебя на публике орала? Да, нервировала. Злилась. Ну, мне кажется, это у всех было, у детей. Вот за это иногда стыдно было. Я не виновата, что у меня громкий голос. Просто потому, что вы не самостоятельные. Они до сих пор не самостоятельные, вот эти дети. С ними нужно идти в поликлинику, занимать очередь, запоминать за них, кто за кем стоял. Так же? Потом приходится стоять так. Кем ты хотел стать в детстве? Дворфом. Дворником? Да, дворфом. Ну, или высшим эльфом. Так ты еще можешь им стать? Просто скачай Рейд Шадоу Леджендс. Там ты можешь быть кем угодно. Дворфом, ящеролюдом, высшим эльфом. Рейд Шадоу Леджендс? Ооо, мы тут надолго. Ну, слушай. Рейд Шадоу Леджендс. Пошаговая коллекционная РПГ в жанре темного фэнтези. Здесь есть 16 фракций. Орки, гномы, орды нежити и многие другие. Если вы откроете меню все герои, вы сможете найти все фракции именно там. Каждая фракция состоит из множества уникальных чемпионов. Испытая себя в нескончаемых турнирах, соревнуйся со всем сообществом Рейд. Игру можно установить как на телефон, так и на компьютер. Вот ты где последний раз сражался? Эээ, с батей дома. А в Рейд ты можешь сражаться в Гнезде Паучихи, на плата Ледяного Голема со Всемогущим Лавом Рыцарем и печально известным драконом. Блин, какая прикольная игра. Она, наверное, платная, да? Нет, игра абсолютно бесплатная. Скачивай по нашей ссылке в описании и получай 100 тысяч монет и крутого чемпиона ворожей. Чё сидишь? Скачивай. Бонус действует только следующие 30 дней. Скачивай Рейд по нашей ссылке в описании и получай бонусы. Ты хочешь внуков? Ну, конечно. Любая мама хочет внуков. Только чуть попозже. Лет на 15. Ладно. То, что мне ещё надо своей жизнью пожить. Для себя, так сказать. Ясно. Как ты относишься к ЛГБТ? Терпимо. Типа, если бы я встретил человека с... Ориентацией? Да, с нетрадиционной ориентацией, я бы чувствовал себя комфортно. Как с человеком, а не как с кем-то другим. Это новое поколение. Мы-то Советский Союз. Всё-таки я ещё не свыклась с тем, что это уже как норма жизни, да, у нас. Есть отрицание какое-то с моей стороны. Думала ли ты о суициде? Нет, конечно. Вот честное слово, нет. Потому что у меня есть вы. Потому что у меня как бы есть свои обязанности, ответственность. Я несу ответственность за вас, за своих родителей. И я ни разу... Нет, нет, нет. А ты думала о суициде? Ну, нет. В смысле? Ну, ты такой, ну, задумался, а потом нет. Ну, типа, шутка, знаешь, когда-то нет. Ты смотришь порно? Да. Ну, как бы, как сказать? Ну, смотрит и смотрит. Значит, человек развивается, значит, с ним всё хорошо. У него со здоровьем проблем нету. Я рада. Только ты у меня не спрашивай. Я даже не хочу знать. У тебя есть шанс поменять что-то из прошлого? Что бы ты поменяла? Наверное, я бы доучилась. Я же вышку не закончила. Если бы я закончила, я бы, наверное, была сейчас вообще нигде. Нужно ли тебе мужское воспитание? Как бриться, да, например. Сейчас есть YouTube. Кстати, там какой-то канал, да, мужик ведёт, от которого отец ушёл, ты знаешь? Да, я слушал. Смотрел его? Нет, слышал. Подпишись. Был ли у тебя мужчина? В смысле? А, бил ли тебе мужчина, извините? А, бил. Да. Терпеть, конечно, ни в коем случае не нужно. Как все говорят, да, если один раз такое произошло, то нужно брать себя в руки и прощаться с таким человеком. Я, к сожалению, не собралась и не ушла. Это как бы периодически повторялось, повторялось. Ну и потом уже, когда уже пришёл совсем край, мы развелись. Поэтому сейчас не нужно терпеть, честно, потому что люди не меняются. Неприятно. Ну, приятно об этом говорить. Ты считаешь, что сестра взрослая и ей пора переезжать с нашей квартиры? Да. Почему? Самостоятельно научиться ей скоро 20 лет. Она не умеет готовить, она не умеет ничего прикинуть. Там есть доля моей вины, потому что я их с малых лет как бы оберегала, да, от всяких домашних, бытовых этих всяких штучек, там, помыть посуду. Я всё делала сама, и вот итог. Тебя бросали или ты бросала? Я бросала, меня бросали. А как ты это переживала? Легко или сложно? Когда меня бросают, конечно, я переживаю. Ты быстро через это проходила? Нет, у меня такая же из первичка быстро привязываться к людям. Не месяц, не два, скажем так. Ты бы хотел, чтобы мы с твоим отцом вновь сошлись? Наверное, нет. Меня, в принципе, устраивает то, что сейчас, какая у меня жизнь. Я с матери легче жить. Мне кажется, у него были бы более высокие стандарты насчёт меня, например. Будь больше мужчиной, делай то, более как мужчина, типа такого. Иногда неприятно такое слышать. Кто-то тебе так говорил? Ну, папа так говорил иногда. То есть ты хочешь сказать, он ничего в тебя не вкладывая, требовал от тебя, да, что-то там? Иногда бывало, что доводили до слёз, и он будет как пужик, не плачь. Вот это особенно неприятно было. Ну, то есть не хотел там разобраться, разговаривать, а я сразу с наездами. Да, да. Сколько раз ты делала аборт? Ну, Данила. Ну, то есть не Данила, а выучить делаете. Да. Два. Я взял. После тебя? Я была неуверена мужу. Я подумала, что пока достаточно, пока достаточно. Ну, и, как оказалось, это был верный. С этим опытом ты бы сейчас сделала аборт или нет? Сейчас, наверное, нет. Я, кстати, подумала об этом. Третий? Мы-то уже выросли. Хочу брата. Брата хочешь? Да. А если будет девочка? Переживу. Кажется ли тебе, что сестру я люблю больше, чем тебя? Нет. То есть ты? Я так и так знаю, что мама любит меня больше, да? Ну, типа, мне кажется, хотя нет, одинаково нас любят. Например, к ошибкам относятся понимающие. Мы люди, мы делаем ошибки и прощают. А вы от этого еще могли идти, еще больше. Был ли у тебя секс? Если нет, то стыдно ли тебе, что ты девственник? Был у тебя секс? Нет, я девственник. А стыдно тебе? Нет. А у одноклассников? Я не знаю, я не спрашиваю. Вы на эти темы не разговариваете? Я обычно просто ухожу от этой темы. Мне не интересно и я сам не хочу говорить. Когда последний раз у тебя был секс? Можно я на свой календарик загляну? Месяц могу назвать. Март. Март? Да. В смысле офигеть? Так давно? Нет, в смысле так. Так редко? Хочешь сказать? Даже не знаю. Не, а почему ты сказал офигеть? А если бы я сказала вчера? Ты бы сказал офигеть? Да. Ну, из чего ты офигеваешь? То, что март или вчера, какая разница? Или ты вообще офигеваешь от того, что я этим занимаюсь? Я не понимаю его. Ну, думаю, у всех детей, они думают, вот родители взрослые. Они уже старые. Да, в этом смысле. Ты думаешь, что я уже старая, все списанное. Нет, в том смысле, что ты встречаешься, конечно, но редко сексом занимаешься. Не в том смысле, что просто перестаешь и все. Это плохо или хорошо? Это... Ну, хорошо, наверное, я не знаю. Хорошо, что у меня он вообще есть, или хорошо, что он редко есть? Хорошо, что он вообще есть. Хорошо, ладно, окей. У тебя была или есть девушка? У тебя была или есть девушка? Ты хочешь, чтобы я пошел в армию? Ну, в армию нет. Я бы не отпустила тебя в армию. Ну, ты так и так не попадаешь. Ну, еще, правда, в запасе еще... Сколько? Ты до 27 же, да? 10 лет за 10 лет. Нет, тебя все равно не в этом. Ты по здоровью не проходишь. Сейчас армия, она уже не такая, как была там, грубо говоря, во время, да. Когда все были честные, когда никого не покупали, никто не продавался. То сейчас уже нет. Это страшно. О, как ты отреагируешь, если у меня будет парень моложе меня? Хорошо, что не написали моложе его. Ну, во-первых, я буду думать какой-нибудь альфонс. Тупо ради денег. Есть такие, ага. Ну, наверное, есть, не знаю. Во-первых, я бы знал его получше. Нет, а вообще? То, что он намного меня младше. Ну, у всех вкусы разные. То есть разница большая в возрасте, нормально. Только если она не слишком большая. Если это не какой-нибудь подросток и взрослая женщина, то это, конечно, ненормально. Но если это, например, 20-летний парень, где-то такая 30-летняя женщина, то это не в принципе... То есть ты был бы не против? Если бы разница была, допустим, 20 лет? Нет. Это же 17 лет будет, Петря. Нет, 20 лет это много. Ну, скажи максимум. А, ну, максимум. Молодому человеку 20-25 лет. И тебе, ну, в твоем возрасте, по-моему, мне кажется, это нормально. Не-не-не, это слишком. Да я даже, блин... Ой, извиняюсь. Для меня будет либо лучше будет пусть ровесник, либо пусть лучше будет старше. Младше, наверное, нет. Хотя, черт его знает. Опять же, от человека же зависит. Будем беременны в 18-е, это сложно? Сложно? Сложно, конечно. Из-за людей, типа? Да. Из-за того, что люди подумают, да? Что одна забеременела, тем более еще и без мужа. Если бы я сейчас забеременела без мужа, мне бы было там все равно, да? То, что подумает, то, что скажет там. А на тот момент, в 18 лет, ты же еще сам, по сути, ребенок в поселок приехала. Были такие разговоры, ага, что-то доказывать кому-то, если эти люди посторонние люди. Я не обязана никому ничего доказывать. Если ты сделаешь что-то плохое, кому ты первым расскажешь? Ну, не знаю, я бы испугался, залег на дно, типа... Айка, опять ты начинаешь. Что? Тебе нужно кратко ответить. Ты кому бы первым? Тебе, конечно, я бы пошел. Вот. Опять он там, я бы три дня посидел дома, подумал бы. Я бы сперва, конечно, подумал. Ну, это понятно, что ты бы подумал. Ну, ты бы кому первому рассказал? Да, наверное, тебе. Или Саше. Смотря от сложности преступления. Когда мелкая кража, то я бы пошел сперва к Саше за советом. Типа, можешь маме рассказать? Ага, она тебе там советует. Если это убийство, я бы к тебе попробовал. Ага. То есть маме тебе не жалко? Ну, ты же никогда не совершил преступление? Нет. Надеюсь. Ты считаешь себя Милфой? Господи, я таких слов не знаю. Вот именно проблема этого вопроса в том, что это слово нужно разъяснять. Объясняй. А что такое Милф? Знаешь фильм «Американский пирог»? Смотрела. Помнишь Стифлера? Который что-то с пирогом делал, да? Нет? Нет, это главный герой. Ну, короче, там чувак встречался с очень взрослой женщиной. Ее они обозначили как Милфа. То есть это женщина, которая совращает малолетних, что ли, или что? Нет, это очень взрослая, но сексуальная все еще женщина. Типа такого. Считаешь ли ты себя Милфой? Да. Не, ну да. Конечно, я каждое утро просыпаюсь, стою перед зеркалом, подбадриваю себя. Ты красивая, ты привлекательная. У тебя все хорошо. И т.д. и т.п. Когда ты дрался последний раз, нужно ли уметь драться? Да, тебе отпоры нужно уметь, но последний раз дрался в шестом классе, что ли. Меня тогда побили. А я не дрался, меня побили. Кто тебя побил? Сильно побили? Нет, не сильно. Видимо, не сильно, потому что я не била. Ну, там было в школе, учителя не сказали. А, даже учителя не сказали. Между классом просто было все. А, даже учителя не сказали. К тому же это быстро прошло, так что все в порядке. Почему вы с папой расстались? Почему мы расстались? По законам природы не можем находиться рядом, скажем так. Темперамент одинаковый. И когда вот два таких прям сильных, ярких темперамента в четырех стенах, грубо говоря, да, это очень тяжело. Уже все переходило, постоянные ссоры, крики, какие-то выяснения. И никто не хотел уступать. Но последний раз это привело к тому, что... Ну, ты же знаешь же, да? Привело к тому, что... Ну, ладно. Не буду. Ты считаешь, что у тебя вся жизнь впереди? Да, конечно. Сейчас, допустим, вы вырастите. Как раз у меня наступает тот период, когда начинаешь уже не для детей что-то делать, а в свое удовольствие, скажем так, да? Потом говорила, захотела пряники ем, захотела халву. Типа такого, короче. Сколько стоит бутылка пива? Не знаю, может где-то 150. Ты не знаешь цены? Может, Саша знает. Ты серьезно не знаешь, сколько пива в магазине стоит? Нет. Тебе было настолько трудно, что отпускались руки? Да, конечно, бывало такое. Когда уже думаешь, айка все достала, больше ничего не хочу. Но опять же, потом ты понимаешь, что если ты будешь сидеть, ничего не делать, ничего от этого не поменяется, будет только хуже. Поэтому нужно быть всегда сильным. Всегда надеяться на лучшее, но никак не лежать, не жалеть себя, не плакаться. Ну, как-то так. Так, у тебя есть или была обида на меня, и почему? А, ну, там, типа, такие мелкие обиды. Например, там, когда повышают голос, там, как-то такого. Мне не нравится, когда рут на меня, типа. Ну, никому не нравится, но вы же сами меня уводите. С утра, там, ухожу на работу, да, там, сделайте вот это, вот это, вот это, просто вечером приходишь, все как лежало, так и лежит. Ну, уже и ором их не берешь, ничем не... Просто их нужно... Детей все-таки, я считаю, да, что нужно бить. Когда можно еще бить, их нужно бить. Не так прямо, чтобы, да, полиции, там, да, до ПДН и всяких этих. Но нужно бить, чтобы они понимали, что вот так вот нельзя делать. Я в свое время их не трогала, их любила всей душой. Они вот так вот... Жалеешь? Жалею, жалею, что не била. Будешь ли ты ременовать меня к моей будущей жене? Ой, ну, наверное... Наверное, да, конечно. Как любая мама, да. Но я считаю, что если, допустим, ребенок решил там создавать семью, то родителям не нужно лезть со своими советами, уставами какими-то, лезть в молодую семью. Ни в коем случае нельзя. Тебя дразнят в школе? Дразнили, но что-то перестали. Они выросли, я с ними подружился уже. Обида улетучилась, так скажу. Сейчас не дразим. Ну, из-за большого веса, там еще... В общем, только из-за большого веса. Из-за внешнего этого. Да, из-за внешнего. А что ты мне не рассказывал? Мама бы сходила, разобралась. Какой-то страх перед теми, кто дразнил. Может, они дальше еще хуже станут. А что делать? Ну, тебя дразнят в школе. Да, игнорировать лучше всего. Или пытаться найти компромисс. Подружиться со своим обидчиком. Что, если я буду встречаться с девушкой твоего возраста? Битера? Нет. Ни в коем случае. Я считаю, все-таки в паре женщина не должна быть старше мужчины. Почему? Ну, потому что мужчина это мужчина. Защитник, так сказать. Да. Ты будучи. И либо одного возраста, либо пусть она будет младше. Но никак не старше. Честно, я буду против. Можешь даже близко не подходить. Можешь даже не дышать с ним в их сторону. Не, ну, конечно, не остановишь, да, если там он будет говорить, это любовь всей моей жизни, я не могу без нее жить. Там, да, все я, мы там, все, короче. Я скажу, ну, ладно, иди попробуй, но это точно не твое. Потом я тебе скажу, я же говорила. Какой твой любимый алкогольный напиток? А зачем ты это спрашиваешь? Ну, просто интересно, может быть, там, не знаю. Это намек, да? Ладно. Мне, кстати, полюбилось совсем недавно красное полусладкое вино, потому что больше я дома ставила винишко на варенье. Ну, опять же, бывает от ситуации, допустим, на шашлыки там на природу уже никто с вином не ездит. И там в основном идет пиво, заранее уже такие более серьезные пивки. Ну, как-то так. Назови два слова, два слова, да, два слова хороших качеств и два слова тех качеств, которые тебе не нравятся, ну, которые ты не любишь воню. Сначала два хороших. Заботящаяся. Заботливая. Заботливая. Ну, конечно, добрая. И крепливая, и, так сказать, да. Например, происходит что-то плохое, и ты пытаешься, мне не хочется об этом говорить, я хочу забить на это. И ты пытаешься, ну, объясни, расскажи. Ну, а ты никогда не идешь на этот разговор. А почему? Наоборот же надо делиться с близкими. Да, мама, запей, мама, запей, а его, а я одно и то же. Ну, это, типа, хочется забыть, а потом вспомните уже, когда, типа, эмоции успокоятся. В себе нельзя держать ничего, особенно плохого в себе нельзя держать. Нужно всегда делиться с близким человеком. Ну, я привык забивать, а потом уже поднимать тему, может быть, потом. Мне понравилось. И сейчас приедем домой. Ну, сейчас приедем домой, конечно, будем, да, разговаривать. Ну, то есть впечатлениями поделимся. То есть забить. Почему? Ну, не хочу поднимать побольше. Нет, я тебе эти вопросы-то опять не буду по новой задавать. Я все слышала, я все поняла. Просто имеется в виду поделиться впечатлением. Тебе же понравилось? Да, мне понравилось. А он не хотел сюда приходить. Ну, я опять придумала. Я думал, все будет серьезно, типа, сердито. Да, он говорил, кстати, я это, я там буду волноваться, потеть. Спасибо. Хорошо. Приходите, не стесняйтесь. Не бойтесь, это весело. До свидания. Не, давай вот так делаем. Да. Не, давай вот так делаем.